Вот того. О, все. Подключено. Зеленый свет. Итак, мы начинаем. Еще раз добрый день. Надеюсь, что люди какие-то появятся. Я сегодня хочу поговорить с вами о двух братьях. Якове и Саве. Вот все те три главы. В эту субботу мы читаем вот эту главу Ваишлах. Да, Ваишлах. Да, вот в эту субботу мы читаем. Ваице, Ваишлах. Значит, вот эти вот все три главы по существу. Талдо, Дваице, Ваишлах. Это как раз главы, в которых рассказана история рождения двух братьев и их отношения. Почему? Почему именно об этом? Ну, дело в том, что вся наша история человеческая по существу начинается с истории двух братьев. Ну, мы все это прекрасно помним. То есть, я имею в виду Каин и Эвель. И если мы говорим, что с Авраама начинается второе действие сотворения, так скажем, да, до Авраама было первое действие сотворения, а с Авраама и далее второе действие сотворения. То есть, если мы говорим, что у горы Синай по существу акты творения завершаются, то тогда первое творение начинается тоже с конфликта двух братьев Каина и Эвеля. И второе действие тоже начинается с конфликта двух братьев Исава и Яакова. Ну, мы помним, чем кончается первая история, да, братоубийством, ну и, соответственно, всемирным потопом. Второе действие вообще-то тоже было чревато братоубийством, ведь сказано было, что Эсав дал клятву, что когда родители умрут, он своего брата, единоутробного брата Яакова убьет. И, собственно, он был близок к этому, потому что наша глава начинается с того, что когда Яакова возвращается, навстречу ему движется брат, брат Исава, и в окружении четырехсот всадников. Четырехсот всадников, ну, понимаете, не просто так эти всадники вдруг появляются. И, естественно, страх у Яакова велик, именно страх гибели. То есть, по существу, второе действие сотворения могло бы закончиться так же, как и первое. Один брат убил бы другого, но все закончилось по-другому. Поэтому вот второе действие нашей всемирной человеческой истории отношения Исава и Яакова мне очень важно разобрать. Ну, и постараться ответить, почему на самом деле не закончилось как первое, но не могло закончиться. И понятно, что тот, кто создавал эти истории, тот самый главный режиссер, он, естественно, позаботился о том, чтобы второе действие закончилось именно так, именно так. Значит, начиная с Авраама, мы говорим о создании еврейского народа. У Авраама два сына, Ицхаки и Шмаэль, Шмаэль и Ицхак, но они от разных матерей. У Ицхака два сына, Яаков и Исав, но уже от одной матери. То есть, Яаков и Исав – это родные, единоутробные братья. Когда они рождаются, когда они рождаются, очень важно перед тем, как они рождаются, когда Ривка не понимает, что происходит у нее в животе, какие-то непонятные движения вот того плода, она не знает, что там двойня. Она идет, написано в самом начале главы Толдот, она идет вопрошать, что там такое. И ей как бы вот, ей дан ответ, да, то есть, сам Всевышний ей дает ответ, то есть, у нее проявляется пророческий дар, и Всевышний ей говорит. Да, значит, никто не пишет, что не слышно, значит, все слышно, все хорошо. Значит, Всевышний отвечает Ривке, он говорит так. Шней Гоим Бе Биттенех. Два народа в твоем животе. Ушней леумим ми мааих. И два... Леумим? Не знаю, как... Леум это тоже народность, нация, две нации. У тебя в утробе. Да, и написано, что и парэду. То есть, они расстанутся. Улеом милиом я амац. И народ от народа будет возвышаться, расти. Вераф я авод цаир. И больший, старший будет служить младшему. Вот такое вот сранное пророчество она получает, вследствие чего она, видимо, поняла, что действительно у нее двойня там. И что тот, кто будет рожден первым, старший, должен будет служить младшему. На самом деле, это уже разбор вот этих вот предложений, которые... Вот это вот стиха, которые здесь есть, нам кое о чем говорит. С самого начала. Начнем с самого начала. Написано так. И сказал Всевышний, читаем, шней-го-им-добет-нех. Два... Но, го-им, надо посмотреть, надо видеть глазами и этот еврейский текст. Я говорю о главе 25-й, пасук, строчка, стих 23-е. Там слово го-им, от слова гой, написано очень странно. Не ю-два-в, а два ю-да. И получается шней-ги-им, если вот правильно читать, как написано, то надо читать шней-ги-им. А шней-ги-им это значит два великих, не два народа, а два великих выйдут из твоего чрева. И дальше шней-ле-умим, ле-ом. Ле-ом это народ, ближе к понятию нация. Но Раша тут же комментирует, ле-ом это молхут в данном случае, то есть царство. И если уж так переводить, вот, учитывая комментарии Раши, то тогда мы должны перевести дословно так, что двое великих будут из твоего чрева, и два царства будут из твоей утробы. И они разойдутся. Два великих и два царства. Раша тут же замечает. И они разойдутся не от тебя, то есть не от тебя они отойдут, не то, что вот они вырастут, родятся, вырастут и разойдутся. Они уже из утробы выйдут абсолютно разными. Один не похож на другой. То есть их путь начинает расходиться прямо в момент рождения. Это очень важный момент. Родятся два разных человека. Первый рождается Исаав, от слова Асуи, сделанный, готовый. И второй рождается Яаков, потому что он держится за пятку Исаава. Вот первый момент соединения. Яаков и Исаав определенным образом соединяются. Каким образом? Яаков держится за пятку Исаава. И поэтому вот так он появляется на свет. То есть вот таким паровозиком. Исаав его как бы вытаскивает в этот мир. Вытаскивает этот мир. Может быть, Яаков не хотел вообще приходить в этот мир. И дальше говорится о том, что отец любил Исаава, потому что он был человек поля, человек охоты, а мать любит Яакова. Значит, Исаав человек поля, человек охоты, весь покрыт волосами, сделан, готов. А Яаков здесь гладкий, и он человек шатров. То есть он сидит в палатках себе и учится спокойно. То есть вот два пути четко и ясно расходятся. И Ицхак уверен, абсолютно уверен в том, что именно Исаав, его наследник, в полном смысле этого слова, человек, который знает этот материальный мир, владеет этим материальным миром, и если он получит благословение от него, от Ицхака, он этот мир исправит. Вот такова концепция. Она абсолютно, видимо, верна. Хотя Ривка, видимо, считает по-другому. Но что интересно, обратите внимание, Ривка, считая по-другому, потому что, видимо, у нее, она помнит то пророчество, которое она получила, она почему-то со своим мужем не общается на эту тему. И когда она подслушала, что муж желает дать благословение первому сыну Исааву, потому что считает, что через Исаава будет полное исправление мира, она ведь не идет к нему, к мужу, и не говорит, любимый мой муж, а у них были достаточно хорошие отношения, судя по тексту. Она не говорит, любимый мой муж, ты не прав, вот подумай, у меня было то-то, то-то и то-то, я знаю, что на самом-то деле все пойдет у нас через второго сына, через Якова. Она ему этого не говорит. Она обманным путем подстраивает так, чтобы получить благословение, вместо Исаава пошел Яков. И что она для этого делает? Она его переодевает в одежды Исаава. Она заворачивает ему руки, вот эти вот овечьи шкуры, чтобы вот Цхак, который плохо видит, но на ощупь может как-то так определить, кто перед ним, и чтобы он перепутал гладкого Якова с волосатым Исаавом и дал ему волосовение. То есть Ривка пытается превратить Якова в Исаава. Пытается превратить. Яков немножечко сопротивляется и говорит о том, что если это будет, станет известно отцу, он его проклянет, Ривка его успокаивает, проклятие на мне. Иди, слушай, что я тебе говорю и делай, что я тебе говорю. Вся эта история, вот обращу внимание, с самого начала Яков появляется в этом мире, потому что его вытаскивает в этот мир Исаава. Дальше они живут отдельно какое-то время. Когда приходит время получить благословение, Ривка пытается превратить Якова в Исаава. Она его переодевает, дает ему одежды. Давайте вспомним, когда люди получают в первый раз одежду. Правильно, после грехопадения, когда перед тем, каких изгнать из райского сада, Всевышний их одевает, дает им одежды с тем, чтобы отправить в мир. Потому что без одежды в этом мире жить невозможно. Погибнешь, нужно одеваться. В прямом и в переносном смысле этого слова. Далее, когда Яков приходит к своему отцу, и отец спрашивает, кто ты? Кто ты? Четко и ясно звучит ответ, кто он. Просто четко и ясно написано. Я, Исаав, твой первенец. Это говорит Яков. Он же понимает, что он обманывает, что он не Исаав. Но, видимо, этот обман необходим. Он потихонечку превращается в Исаава. Он держится за него пятку, чтобы выйти в этот мир. Он одевает его одежды. Одежда, которая необходима для защиты в этом мире. Потому что в этом мире Яков бывает редко. Он в основном в палатках сидит. Далее, он вслух произносит это и признает, что он в данную секунду, он Исаав. И я думаю, что он в это свято верит. Я уже не знаю, почему. В силу хороших атерских способностей или того жуткого страха быть опознанным. Я не знаю, что его заставляет. Но, когда он говорит, видимо, он действительно ощущать начинает себя как Исаав. И далее, далее, Ицхак говорит, действительно, голос, голос Якова, руки, руки Исаава. Происходит какое-то объединение Исаава и Якова. Происходит объединение, Ицхак убеждается, что вот этот вот человек, стоящий перед ним, это тот, кто должен получить благословение. Он его благословляет. И даже узнав потом в дальнейшем, что он перепутал, он не забирает благословение обратно. Суть благословения мы трогать не будем. Для нас, для меня лично важно, что Яков превращается потихонечку в Исава. Зачем? Ну, в дальнейшем мы знаем сюжет. Исаав узнает об обмане, дает клятву убить брата, и дальше, значит, родители отправляют Якова к Лавану, с тем, чтобы он там себе нашел жену. И Яков отправляется к Лавану. То есть, Яков покидает вот эти вот шатры-палатки, в которых он долгое время сидит, ему уже там лет 60, и отправляется в дальний путь, в мир. И чтобы в этом мире не сгинуть, не пропасть, вот он должен приобрести качество Исава. Вот потому что Исав, человек-поле, он в этом мире знает, как выжить. Яков не знает. И действительно, в дальнейшем, смотрите, 20 лет прожитые у Лавана, Яков проведет в поле. Он не будет сидеть в доме учения, не будет сидеть и учиться. Он будет все время в поле работать. Он будет пастух. Он будет пасти стада Лавана. То есть, он, по существу, будет жить жизнью Исавы. Более того, вот эта вся история, обманная история Леи и Рахели, когда он влюбляется в Рахель, а ему подсовывают первую брачную ночь Лею. Ведь Медраж нас учит. Он говорит о том, что две сестры были предназначены двум братьям. Старшая старшему, младшая младшему. То есть, Лея была предназначена Исаву, а Рахель была предназначена Якову. Но поскольку Яков становится Исавом, частично, так скажем, ну, в большей мере, на самом деле, то, естественно, Лея должна быть его женой. И смотрите, ведь Лея, она рождает большую часть нашего народа. Шестерых сыновей рожает именно Лея. Нелюбимая Лея. Потому что Яков становится Исавом. И когда у Якова возникает мгновенно такое озарение, что ему нужно возвращаться? Когда рождается его первенец от любимой жены, первенец от Рахели. Как только рождается Юсеф, тут же он обращается к Лавану и говорит, Лаван, отправляй меня обратно. Но это будет еще не скоро. Но, по крайней мере, мысль такая рождается. И когда, значит, уже он готов вернуться, к нему обращается, значит, Всевышний перед отправлением и говорит ему, что вот он должен вернуться. И сказано, куда он должен вернуться? Он должен вернуться в землю своего отца, на свою родину. Написано, значит, Берет Савутейха, Леволода Тейха. То есть, в землю отца, в свою родину. Почему дважды? Почему дважды упоминается? Понятно, что земля его отца, это и есть его родина, это одно и то же место. Почему дважды об этом говорить? Я так думаю, что это не случайно. Не случайно. Потому что возвращение Якова, оно специфическое. И тут нужно понять, что Яков должен вернуться не только в то место, откуда он ушел. Он должен вернуться в то состояние, из которого он вышел. То есть, он должен вернуться в тот момент, пока он не одел на себя одежды Исаава и не сказал громко и четко «Я Исаав твой первенец». Он должен вернуться в состояние до этого. До этого. Поэтому возвращение Якова достаточно непростое дело. Достаточно непростое дело. И те, кто думают, что это просто физически взять свою семью и вернуться в то место, где ты жил, это не так. Потому что Яков, чтобы выжить, он изменяется. Опять-таки, напоминаю, с самого начала в этот мир его вытаскивает Исаав. И чтобы выжить в этом мире, Яков должен стать Исаавом. И он становится. Но теперь ему нужно вернуться обратно в место, из которого он вышел, и в состояние, в котором он был. Тот самый Яков, который праведен, сидит в палатках и занимается изучением священных текстов. Каким образом происходит это возвращение? Это очень непростое возвращение. Начинается оно с того, что он узнает жуткую вещь, весть жуткую. Навстречу едет брат, и вокруг него 400 всадников. И он начинает собирать ему подарки, материальные подарки. Он ему возвращает некий материальный долг. Чувствуя, что все-таки Исаав – это уровень материи, он возвращает ему много, дает ему много всяких подарков, чтобы его каким-то образом ублажить. Дальше он остается один ночью, и вот эта вот известная сцена борьбы, и боролся с ним человек. Он остался один, перевел всех на другую сторону речи, остается один, и пылит с ним человек. И этот человек, мы знаем, ну, из комментариев, по крайней мере, что это ангел-хранитель Исаава. То есть, первый контрольно-пропускной пункт, так можно сказать, это ангел-покровитель Исаава. Ведь долгое время, пребывая в состоянии Исаава, Яков мог бы себе просто эти качества присвоить и действительно стать вторым Исаавом. Исаав номер два. Ну, если он 20 лет живет в этом состоянии, проявляя эти качества, он и может и стать им, в конце концов. И поэтому, вот эта первая проверка, действительно ли Яков стал уже Исаавом или еще нет. И то, что ангел-хранитель не побеждает Иакова, говорит о том, что, несмотря ни на что, Яков сохраняет свои качества. Несмотря ни на то, что 20 лет он пользуется качествами Исаава. Ангел-хранитель его не побеждает. Если бы победил, все, это был бы уже Исаав. И когда он возвращается обратно и встречает своего брата, он говорит, там у Лавана жил, но там заповедь соблюдал. То есть, тем самым, внутренне он говорит о том, что, да, конечно же, он взял у Исаава очень многое, но вместе с тем остался он Яков. и вот этот трепетный момент на самом-то деле очень важный, когда Яков идет к нему, плани, кланяется семь раз, Исаав бежит ему навстречу, и вот это вот, вот эта встреча, вот они встречаются, они обнимаются, они целуют друг друга, они плачут. Там есть много комментариев на этот текст, и там, что интересно, там вот, если вы посмотрите в тексте Тары, то там слово и обнялись, и поцеловались, там точечки сверху стоят вот над этими словами, и Раши тут же объясняет, что вот, что значит эти точечки, то есть, это вот неестественный был, не наполненный истинным смыслом вот эти вот объятия, поцелуи, слезы, что это было неформально. Формально, неформально, я не обсуждаю этот вопрос. Факт тот, что они бегут навстречу друг другу, они сливаются воедино, и они плачут. Плачь – это очень, очень искреннее чувство, очень искреннее. Знаете, можно фальшиво смеяться, фальшиво плакать, ну, наверное, тоже можно, но гораздо сложнее, что в слезах меньше фальши, допустим, чем смехи. Поэтому сказано, что ворота слез всегда на небесах открыт, если молитва в слезах, она всегда принимается. Ворота слез, потому что, когда человек плачет, он практически, его вранье, неправда, к нулю сводится. Вот такая вот история. Поэтому вот этот вот момент слияния, сливания, мне кажется, вот в этот момент происходит, огромное количество Исава возвращается к нему, из Яакова. Количество Исава возвращается обратно. То есть, он ему возвращает то, что он у него взял. Только после этого он может, по существу, Яаков, приступить к созданию народа. Тем более, что, когда он выигрывает схватку с ангелом, хранителем Исава, он узнает, что на самом-то деле его сущность это Исраэль. Она будет в дальнейшем проявляться. Хотя Яаков, который связан и держится за пятку Исава, тоже останется. Но Исраэль теперь появится. Истинная, истинная сущность Яакова. Но пока это еще неизвестно, это будет чуть позже. Таким образом, вот это вот объятие братское. Помните, мы говорили, два брата. Каин встретил Гевеля в поле, они схватились. Ну, тоже там, слияние, но один убил другого. И здесь тоже они схватились, и Медраж даже говорит о том, что Исав хотел перекусить шею Яакова, и шея стала у него мраморной, он поломал свои зубы, поэтому один плачет, потому что зубы поломал, а второй плачет, потому что вот эта мраморная шея, шеи написано даже, доставляет ему боль. Короче говоря, объятия Каина Каина и Эвеля приводят к смерти одного и к вечному покаянию другого, а объятия Исава и Яакова все-таки приводят к братским объятиям, нет никакой смерти, есть слезы, и мы говорим о том, что это слезы, может быть слезы покаяния и стоит с другой стороны. И в этот момент Яаков возвращает Исаву долг. И вот дальше, когда Исав говорит Пойдем со мной, пойдем со мной, И Яаков говорит Нет, Я с тобой не пойду, Я с тобой не пойду, но там очень интересный момент, Я приду, он говорит, Я приду позже, но он объясняет почему, да, почему он придет позже, потому что не может он нам быстро перемещаться, передвигаться, это вот можно все посмотреть, да, это вот 33 глава, сказано, что Адашер Аво Эль Адони Сеира до того момента, когда я приду к моему господину в Сеир. В дальнейшем мы знаем, что Исав уйдет, сам уйдет, уйдет в землю Сеир, поскольку его стада огромные, большие, и чтобы не сталкиваться со стадами Якова, он сам покидает эту землю и уходит в Сеир, то есть и дом, хотя там есть люди, там живут люди, но он туда приходит и обосновывается именно там, на землях Сеира и дома, потому что он и дом. И смотрите, в конце, ведь в конце нашей недельной главы по существу происходит очень интересная вещь, умирает Ицхак и его хоронят два сына, Исаав и Аков, именно в такой последовательности Исаав первый, Иаков второй, то есть своего отца хоронят два сына, они находятся, ну, по крайней мере не в состоянии войны. И далее наша недельная глава заканчивается ведь чем? Перечисляются все колена Якова, все сыновья Якова и все потомство Исава. Оно идет параллельно Яков и Исав. То есть, когда Яков возвращается, он возвращает долги Исаву и он возвращается на свое место и только тогда, когда он вытаскивает из себя Якова, он способен как Исраэль строить еврейский народ. И если мы уже потом перескакиваем к пророкам, у пророков, в частности, у пророка Авадии, есть замечательная фраза. Пророчество Авадии, самое короткое пророчество, это всего лишь одна глава, но заканчивается она очень интересна. Самый конец пророчества Авадии, вот я вам сейчас прочитаю, написано так, Веалу Мошиим Бегар Цион Лишпотед Гар Исав Вегайта Легашем Гамелуха И поднялись живущие на горе Сион судить гору Исава И была власть Всевышнего Милосердного, то есть стала власть Всевышнего Милосердного. О чем пишет Авадия? Он пишет о последних временах, о бесправлении, когда те, кто будут жить на горе Синай, на горе Сион, то есть имеется ввиду потомки Якова Исраэля, они все-таки придут, как было обещано брату, они придут на гору Исава, он сказал, что мы придем, но только позже, судить потомков Исава, и в этот момент власть во всем мире переходит ко Всевышнему. Конечное исправление. То есть, если начало второго действия вот этого вот акта сотворения, это Яков должен стать Исавом, чтобы выжить в этом мире, родить 12 сыновей, 12 колен. Дальше он возвращается, он возвращает Исаву Исава, то есть долги возвращает Исаву, остается Исраэлем Яковом, с тем, чтобы в последние времена Исав приобрел качество Якова Исава. Когда сидящие на горе Сион придут судить гору Саир, вот тогда потомки Исава, они облачатся, то есть процесс пойдет в другую сторону, они приобретут качество Исраэля Якова и его потомков. И это будет окончательное исправление мира. То есть, все начинается с братской ненависти и должно закончиться братской любовью. Вот это вот такая замкнутая история получается. Вот мы немножечко с вами порассуждали о братских отношениях и хотя все начинается с молитвы Господи убереги меня от брата моего, боюсь я брата моего, убьет меня брат мой. Все это должно закончиться братской любовью. Братской любовью. Возлюбив ближнего как самого себя, вот может быть это и есть братская любовь. Или один из видов того, что о чем мы говорим. Брат любит брата. Не убивает брата, а любит брата. Этим заканчивается справление мира. И вот в истории Якова и Сава это четко и ясно просматривается. Так, я посмотрю, может быть какие-то вопросы были и тогда я смогу, если смогу ответить. Вопросов пока нет. Одни приветствия и всем приветствия приветствия. Два народа, две нации. Ну да, но если так переводить, два народа, две нации, да, шней гоим, шней леумим, это если так вот на сегодняшний лад, на сегодняшний верит переводить, то получается гоим это народы, а леумим это нации. Но опять-таки, там написано гиим, там не через вав, через ют, два ют, а геэ это скорее гордый, чем народ, чем гой. И если судить пураши, то леум в данном случае нужно понимать как молхут, как царство, не как нация, а как царство. Получается два великих или два царства. И действительно говорили так, что если Исаф благоденствует, то, или его потомки благоденствуют, то потомки Якова уходят вниз. В Талмуде это будет встречаться, как если благоденствует Кейсария, то Иерусалим в руинах. Если Иерусалим благоденствует, то Кейсария в руинах. Кейсария и Иерусалим не могут вдвоем благоденствовать. И один служит другому. Кто-то вверху, кто-то внизу. Сеир вверху, значит Сион внизу. Сион вверху, значит Сеир внизу. Вот так вот они и живут. Почему при рождении, то есть, ну, при рождении они расходятся, то есть, они расходятся не в силу того, что получили разное воспитание или у них были там благоприобретенные какие-то разные свойства, вначале одинаковые, а потом нет, они изначально были разные. Они были задуманы как разные. Поэтому они из чрева разошлись. Это очень важный момент, что они принципиально различные. То, что как система воспитания сделала их разными. Один ушел на улицу, другой остался дома. они принципиально разные. И поэтому это очень важен из чрева разными. Ну, да, скорее всего, поэтому он и видит плохо. Он должен ошибиться. Знаете, говорится так, он лежал на жертвеннике, то в этот момент как бы он потерял зрение и просто он сделал полное исправление в этом мире и ему этот мир уже больше не нужен был. Правда, он еще долго проживет для того, чтобы родить своих сыновей, вырастить их. Он достаточно долго жил. Он еще жил в момент, когда продавали Юсефа, еще жил Ицхак. Он после этого умер, после продажи Юсефа, это еще очень долго он прожил. И по существу он совершил все, что он должен был совершать. И поэтому он плохо видел, чтобы меньше функционировать в этом мире и уже не было необходимости никакой. Как он знает, что он выкивал его за похлебку. Да, может быть, он и выкупил первородство за похлебку, но ведь нигде не сказано, что первородство требует благословения. Первородство требует двойной порции как называется наследства. Двойное наследство. Но благословение не обязательно. Смотрите, первый Каин и Гевель старший убил младшего. В данном случае все меняется. Младший воздействует на старшего. Меняется. Где старший, где младший. Поэтому да, первородный может быть он и получает двойную порцию того, что называется наследство, но благословение тоже ли первородному или тому, кому решит отец. Так. Ну да, он Лаван злодей, конечно, и он думает, что он обманул. Но на самом деле Лаван ведь тоже оружие в руках Всевышнего. И то, что Лея должна была принадлежать Исаву, а поскольку Исав вошел в Якова, поэтому Яков выполняет эту функцию, ничего не поделаешь. Яков, взяв на себя Исава, чтобы выжить в этом мире, берет на себя его, часть его судьбы, а Лея была частью его судьбы. Поэтому да, конечно, Лаван думал, что он действует от себя, что он обманывает, но на самом деле и он выполняет функцию Всевышнего, волей-неволей. Исавик визитно исполнял заповедь. Да, действительно, он исполнял заповедь, почитает Саймать свою, и сказано в Медрошах, что Яков не боялся, что он эту заповедь в течение 20 лет не исполнял, и поэтому он ослаб, он ослаб. И да, значит, не все 613, ну, мы не говорим, 613 это условно, там, жил Славаном и вот до сих пор задержался, задержался, там, Дематрия, 613, мы говорим, ну, что заповеди он все-таки это трактовки, это, конечно же, трактовки, попытка понять текст. Да, ну, все, все, значит, все, я попытался вам ответить все, что я знал, я вам желаю шаббат, шалом, всего хорошего, до следующего, до следующего урока.